Добрый вечер! Значит, сегодня я собираюсь вот закончить доказательство той теоремы, которая была сформулирована в прошлый раз. Значит, именно для поля положительной характеристики теоремы о количестве неприводимых представлений группы над полем разложения характеристики P. Значит, а потом начать рассказывать теорию неразложимых модулей, главных неразложимых модулей, потому что вот на самом деле между классом неразложимых модулей и неприводимых модулей вкладывается еще такой, значит, класс модулей, который соответствует неприводимым. И вот то, что в характеристике ноль те теоремы, в которых фигурируют неприводимые модули, значит, во всех тех теоремах роль неприводимых модулей развивается на, так сказать, на 2. То есть, когда переход происходит от характеристики ноль к положительной характеристике, значит, то, что в характеристике ноль было неприводимым модулем, в положительной характеристике может стать либо неприводимым модулем, либо главным неразложимым. Так, но просто в характеристике ноль как бы все эти понятия совпадают. В характеристике ноль все эти понятия совпадают, и поэтому проблемы нет. А в характеристике p, там, просто придется многие формулировки исправлять на уровне формулировки. Так вот, на уровне формулировки, значит, думать, что отвечает неприводимым модулем. Ну, а после этого, как мы договорились, мы кинем треугольную монетку, ну, или как, монетку с тремя сторонами, трехгранную монетку, и решим, значит, по какому пути мы пойдем в следующий раз. Но вначале это теорема, окончание доказательства теоремы, которое было в прошлый раз. Значит, в прошлый раз была сформулирована теорема, такая, значит, теорема, и практически доказана. Была доказана вся кольцевая часть, так, осталось только доказать, произвести вычисление непосредственно в групповой алгебре. Значит, пусть k поле разложения конечной группы g, характеристика k больше 0, значит, делит порядок группы. Ну, потому что если не делит, то мы это уже доказали в прошлый раз, это неинтересно. Так, значит, утверждается следующее, что количество неизоморфных, и вот то, что поле разложения, это очень существенно. Значит, неверно просто. Значит, количество неизоморфных неприводимых kG модулей равно количеству классов p' элементов fg, вот, но количество классов сопряженности, в качестве сопряженных классов, сопряженные классы и класс сопряженности, класса сопряженности, да? Ну, раньше и так, и так говорили по-русски, да? Танджигаси классис. Значит, классов сопряженности p' элементов в группе g. Какой простых элемент? О, Федя, чувствуешь, что вы не были в прошлый раз. Значит, p' элементы – это все простые, кроме простого p. Так, то есть, p' элементы – это элементы, которые дают единицу в некоторой степени взаимно простой с p. Так, то есть, это, значит, элемент такой, что существует m, значит, целая взаимно простой с p, такой, что g в степени m равно единице. Порядок элемента не просто не кратен p, он взаимно простой с p. Сейчас p не простое? p простое. А тогда в чем разница? Разница в том, что, значит, это аналог, ну, это аналог полупростого элемента. Так, а, значит, p-элемент – это аналог у непатентного элемента. Но произвольный элемент может иметь вот такую часть и иметь такую часть. Так, то есть он, произвольный элемент единственным образом представляется в виде p-элемента и p-элемента. p-элемент – это порядок, который у��стипен p, а p-элемент – порядок, которого взаимно прост с p, но произвольный, порядок произвольного элемента является произведением p-части и p-части. Согласились, да? Вот, хорошо, значит, и доказательство этого практически было рассказано, а именно было рассказано, что количество вот неизоморфных модулей там равно размерности доказательства. Значит, уже было доказано, ну практически всё, было доказано, что вот это количество неприводимых модулей равно размерности, так чего там, размерности над k, k от g, фактор по t, что-то в таком духе было, правда, да? Так, где t это, значит, t это элементы из групповой алгебры, для которых существует m, такое, что x в степени p в степени m принадлежит s. Так, где s это подпространство, натянутое на подпространство, натянутая на коммутаторы, на кольцевые коммутаторы в кадже, но, как мы выяснили в прошлый раз, это подпространство натянуто на кольцевые коммутаторы базисных элементов, значит, то есть достаточно брать элементы группы. Так, вот, по-моему, ровно это мы доказали в прошлый раз, правда? Вот, и что мы сделали, мы в прошлый раз вычислили, вычислили вот это пространство для, значит, алгебра матриц, а, или в этом состоялось доказательство, а что мы сделали для, значит, когда не делят, мы просто вычислили s для групповой алгебры, то есть нам осталось вычислить s для групповой алгебры в случае, когда делят, вычислить s, вычислить t, так, вот, ну, возьмем, возьмем какой-то базис, x1, x, так, но у нас n снова не занято, да, xn базис t, ну, над k, так, и возьмем m настолько большое, m натуральное, значит, такое, что, так, но поскольку их конечное число, то, конечно, мы это можем сделать, такое, что верно вот что, что, во-первых, x в степени, x1 в степени p в степени m и так далее, xn в степени p в степени m все принадлежат s, и, во-вторых, что p в степени m больше, чем p часть порядка группы, так, понятно, что сказано, да, наверное, больше либо равна даже достаточно, вот, то есть мы взяли вот такое вот m, что, значит, ну, достаточно большое, так, ну, во-первых, тогда отсюда следует, разумеется, что для любого x из t вот эта степень его принадлежит s уже, ну, почему, ну, потому что любой x из t представляется в виде, значит, суммы а и т, x и т, где и от 1 до n, а а и т принадлежат k, правда, да? Так, ну, теперь, значит, мы смотрим на x в степени p в степени m, это равно, значит, сумма а и т, x и т по и от 1 до n а и т в степени m, так, ну, это равно, равно, ну, не равно, конечно, а сравнимо с суммой, значит, по и от 1 до n, а и в степени p в степени m, x и в степени p в степени m по модулю s, так, это называется детская биномиальная теорема, так, ну, в коммутативном случае, значит, просто равны, но поскольку у нас кольцо не коммутативное, то, конечно, при этом могут появляться коммутаторы, правда, кольцевые, поэтому сравнимо, так, но вот эти вот ребята сами все принадлежат s, ну, значит, это сравнимо с нулем, сравнимо с нулем по модулю s, так, значит, то есть это значит, что вот любой элемент t в этой степени уже попадает в s, так, ну, а теперь давайте посмотрим еще на одну вещь, посмотрим на то, значит, в чем состоит условие, чтобы какой-то элемент попадал в t, так, для этого вот нам осталось ввести последний элемент нашей картины, а именно следующий, вот в случае всех классов, сопряженности, значит, g равнялась просто их несвязанному объединению, так, у нас, значит, c1, c с номером t, если я правильно помню, как мы это обзначали в прошлый раз, так, это только классы p-штрих элементов, это не все классы, только классы p-штрих элементов, и, конечно, их не хватает, чтобы представить всю группу, правда? Так, а нам нужно наложить условия на всю группу, вот, итак, значит, классы p-штрих элементов, вот, и нам нужно написать такое же разложение, вот, в терминах только этих классов, ну, так, на самом деле, нужно ввести следующую вещь, определение, вот давайте положим c и со звездочкой, это множество тех элементов из группы, что, значит, какая-то степень этого элемента, но если какая-то степень, то, вот эта степень, в п в степени m принадлежит c и т. Я думаю, что я, значит, правильно определил, то есть можно было бы, наверное, определять в терминах какой-то степени, но достаточно в терминах этой степени. Вот, так тогда, разумеется, верно вот что, что g есть объединение, снова не пересекающееся c1 со звездочкой и ct со звездочкой. Так, то есть мы разбиваем, значит, что это морально значит, мы разбиваем группу в непресекающееся объединение, только теперь это не будут классы сопряженности, в непресекающееся объединение каких-то подмножеств, каких подмножеств, подмножеств, состоящих из элементов, у которых p' компонента попадает в фиксированный класс сопряженности p' элементов. Так, и это будет тогда вот честное разбиение группы в непресекающееся объединение. Но это надо доказать, да? Ну, каждый элемент мы просто берем, мы просто берем, значит, объединение всех, всех классов сопряженности, у которых одинаковая p' часть. Так, тогда, когда мы возводим элемент этого класса в достаточно большую степень p, мы попадаем в класс сопряженности p' элементов. После этого никакие возведения в эту степень не выводят из этого класса, потому что p взаимно просто со степенью. Вот, значит, ну вот, то есть вся группа g представляется в таком вот виде. Ну, и это значит, что у нас получилось следующее. Теперь мы себя, значит, спрашиваем вот что. Мы спрашиваем себя, когда, значит, вот этот элемент наш, x равный сумме a, i, t, x, i, t по i от 1 до n принадлежит t. Ну, вот, в прошлый раз мы ответили на вопрос, когда этот элемент принадлежит s. Он принадлежит s, когда, значит, сумма по всем классам равна нулю. По всем вообще классам. Так, ну теперь какие-нибудь гипотезы от того, когда такой элемент принадлежит t? Ну, конечно, да, сумма по всем таким классам равна нулю. То есть сумма степеней p в степени m, да? Так, то есть, значит, сумма, ну, то же самое, что сказать, что сумма, значит, по g принадлежащим c и t со звездочкой, а, и, t равна нулю, ну, а, и, t элементы поля k, поля k коммутативно, поэтому для него это уже детская биномиальная теорема верна буквально, и поэтому для него сказать, что вот это вот в степени p, m равна нулю, то же самое, что сказать, что сумма степеней p в степени m равна нулю, да? Вот, для всех и от 1 до n до t. А теперь мы можем построить точно такой же гомоморфизм, значит, гомоморфизм k, g в, значит, k в степени t, который элементу x сопоставляет вот этот набор сумм, значит, сумма по g принадлежащим c и t со звездочкой, да? Это базис t на t, а, тогда почему x не всегда принадлежит t? Ну, у нас x, а принадлежащим c и t, потому что это не элементы t, это, конечно, элементы g. Извините, да? Так, теперь правильно? Вот, да, извините. Из-за it, это где, нет? Ажа, наверное, на компромете. Где? Что? Ажи, ажи, ажи. Ажи, вот так. Ну, здесь я суммирую по g, здесь я суммирую по g. Не, ну, это то, что мы обсуждали. Да, вот к чему порой приводят. Значит, опечатки, опечатки. Значит, да, математические тексты всякого рода, и не только математические, полные опечаток. Вот, да, ажи, конечно. Так, где и от единицы до t. Так, теперь все согласились. Это опечатка. Вот. Ну, да, здесь суммирование происходило по g, а индекс был и почему-то. Извините. Значит, да. Ну, вот, это отображение, очевидно, субъективно. Его ядро равно t. Так, вот, как только что было сказано. Но это ровно значит, что... Так, это что ровно значит? Это ровно значит, что вот это t равно... равно вот этой размерности. А эта размерность равна количеству непреводимых модулей. А это равно количеству p-штрих классов. Так, то есть теорема доказана. Вот, то есть вот это значит, ну, вот видно, что это такое место, где сразу возникло некое отличие, заметное, от характеристки 0. И вот первый случай, когда это отличие становится драматическим, это случай, когда... Случай p-группы. Вот, давайте сформулируем это следствие отдельно. Оно просто исключительно важно, потому что в случае p-группы над, значит, над... Полем, характеристик, p, групповая алгебра становится просто локальным кольцом. Да? Вопрос. Второе и вот это, в p-степене больше чего? Больше p-части группы g. То есть больше, чем порядок силовской подгруппы. А это нужно для того, чтобы сказать, что p-часть просто полностью исчезает, когда мы возводим... Я написал вот здесь то же самое m, что вот там. Это вот для этого, для того, чтобы зафиксировать одно m, потому что, понимаете, да? Иначе я должен был говорить... Я должен был бы говорить, что существует такое m натуральное, что... Так, ну, понимаете, да? А мне нужно m, которое больше и того, и другого. Потому что дальше я... Вот это условие, вот эта эквивалентность, ровно доказывается возведением именно в эту степень. И использованием биномиальной теоремы. Вот, значит, ну вот, давайте сформулируем следствие. И это будет повод, кстати, нам еще раз вспомнить, что такое локальное кольцо. Ну и с тем, чтобы определить какие-то другие близкие классы колец. Значит, ну вот, мы с вами говорили, что любая конечномерная алгебра над полем является полулокальным кольцом. То есть ее фактор по радикалу Джекабсуна является классически полупростым кольцом, то есть прямой суммой полных матричных колец над телами. Так, значит, но в случае поля характеристики P, значит, прямая сумма полных маточных колец над телами, если мы берем P-группу, превращается в одно слагаемое. Так, то есть, значит, следствие. Если характеристика P, характеристика K равна P больше нуля, а G, P-группа, то уже существует единственный неприводимый к модулю. И здесь, по моим представлениям, не нужно даже предполагать, что это поле разжжения, потому что это, так сказать, как бы, да. Понятно, да? А? Ну, потому что, потому что не зачем. Потому что он ровно один, потому что нету, так сказать, а? Ну, чтобы применить это как следствие, там-то вы предполагали, да? То есть, если было бы много, как бы, у каждого не поле разложения было бы, вот, дополнить до поле разложения, то добавим, что нужно добраться. Добавим в корни P-той степени из единицы, что довольно странно. То есть, оно поле, оно всегда поле разложения. Вот, значит, в этом случае. И еще один из неприводимый модуль. Ну, а раз он единственный, то это, ну, вот главный, как он там, мы его обозначали, хиноль или единица G, там, я не помню, как мы его обозначали. Ну, как-то мы его обозначали. То есть, главный, который все элементы посылает в единицу. Одномерный. И больше никаких неприводимых нету. Так? Ну, это, вот как будет вытекать из той теории, которую я вам сейчас расскажу, это, значит, ровно следующее. Что, значит, в самом кольце Ка-Джи нет никаких, значит, что, ну, вот, само это кольцо представляется в виде суммы неразжимых модулей. Так вот, в этом рожжении будет ровно одно слагаемое само Ка-Джи. То есть, иными словами, значит, Ка-Джи в этом случае будет локальным кольцом. Локальное кольцо. Вот в этом случае. Так, значит, локальное кольцо, я повторяю, это вот что такое. Это значит, что р локально. Так, и тут внимание, тут, как бы, вот люди, которые имеют подготовку в области алгебраической геометрии, но не думали о некоммутативных кольцах, всегда делают ошибку. Ну, или часто делают ошибку. Значит, что такое коммутативное локальное кольцо? Один максимальный дел. Единственный максимальный дел. Так, какой максимальный дел? Если коммутативное, то не важно. Вот, вот, абсолютно верно. Все поняли мой вопрос, да? Значит, так, что такое некоммутативное локальное кольцо? Все необратимые элементы образуются делами. Да, это правильный ответ. Значит, сумма двух необратимых элементов является необратимой. Да, р локально, если, значит, для любых элементов а и b, значит, необратимых, их сумма тоже необратима. Да, ну, это то же самое, что один максимальный левый. Вот, совершенно верно. Это то же самое, что сказать, что фактор r по радикалу Джей Кобсона, который является изоморфин, изоморфин t, t у нас занято, d, движение лжебра, тело. Вот, ответ, единственный максимальный дел, неправильный. Потому что, если максимальный двусторонний идеал, единственный, то это значит вот что, что фактор по радикалу Джей Кобсона, который в этом случае все равно совпадает с этим единственным максимальным идеалом, так, будет полным матричным кольцом над телом. И вот такое кольцо называется матрично-локальным. Матрично-локальное, это значит единственный максимальный идеал. Понятная разница, да? Но вот в данном случае это локальное кольцо, но поскольку это поле разложения, то тел никаких нет, это значит фактор самка. То есть радикал этого кольца имеет ку-размерность единиц. Так, фактор будет изоморфинг ка. Но еще интересный случай, который отдельно иногда рассматривается, это случай, когда фактор по радикалу есть прямая сумма тел. Но общий случай, это прямая сумма полных маточных колес над телом. Это вот терема Вадербарна, который мы сформулировали в прошлый раз. Вот. Значит, ну а теперь мы готовы перейти к следующей части. Так, есть кто-то у меня еще? У меня какие-то следствия еще. Значит, если же Абелева, то все неприводимые модули одномерны. Мы верим сразу, в том числе и когда характеристика. Так, это просто Лема Шура, над полем разложения. Так, если характеристика не делит порядок группы, то в точности Ж по коммутанту уже неприводимых представлений. Мы тоже верим сразу. Вот. А теперь, значит, переходим к следующему вопросу. Вот главные неразложимые модули. И сейчас я вам постараюсь обобщить вторую. Значит, итак, не обобщить, а доказать аналог. Значит, доказать аналог второй главной теоремы Бернсайда и Фрабениуса, теоремы о sum of squares формула. Теорема о сумме квадратов размерностей неприводимых модулей. Так, значит, вот сейчас мы узнали, сколько неприводимых модулей. Так, в случае характеристикой ноли было количество классов сопряженности. Значит, в случае характеристики, делящие порядок группы, это количество классов, плюс трех классов сопряженности. Значит, в случае характеристики ноль была, выполнялась вот такая теорема. значит, что сумма квадратов размерностей неприводимых модулей над полем разложения значит, равнялась размерности групповой алгебры, то есть порядку группы. Вот, но смотрите, теперь у нас неразуемых модулей стало меньше. Неприводимых модулей стало меньше. В этой сумме меньше слагаемых. Значит, нужно исправить что-то, правда? Так, вот как это исправить? Дело в том, что вот в этой формуле появляются две разных размерности. Так, значит, у нас там размерность неприводимых модулей значит, была, и она же равнялась кратности. А теперь, значит, кратность останется по-прежнему, в качестве кратности будут по-прежнему фигурировать размерности неприводимых модулей, а в качестве размерности неприводимых модулей будут фигурировать размерности главных неразложимых модулей. И вот это абсолютно принципиальная вещь. Главные неразложимые модули это прямые слагаемые свободного левого модуля ранга 1. То есть это левые идеалы, которые входят в прямое разложение кольца. Так, давайте я может быть сразу скажу, сравню это, чтобы это не путалось с другой вещью столь же важной, значит с блоками. Так вот на самом деле, так значит следующий вопрос главный неразложимый модуля. И вот здесь, ну да, значит блоки, в случае характеристики ноль, каждый блок содержит единственный неприводимый модуль, это будет зоотипная компонента. А в случае характеристики P, это что-то такое будет очень интересное. Значит главные неразложимые модули. вот мы будем рассматривать следующее. Мы возьмем групповую алгебру, конечные группы над полем К, но обычно во всех теоремах она у нас действительно будет К полем разложения. Поле разложения значит, что все неприводимые модули абсолютно неприводимы, то есть значит, что в качестве всех этих тел будет выступать само поле К. Так, то есть матрицы могут быть, но матрицы настолько на самим полем К. Вот, то есть поле разложения это в точности ровно значит, что фактор К от G по радикалу Джекобсона есть прямая сумма полных матричных колец над полем К разных степеней. Вот, и мы будем рассматривать два разложения. Одно разложение это разложение U1 плюс U1, значит разложение на разложение на левые идеалы. Так, ну такое разложение, во-первых, существует, очевидно. Почему оно существует? Ну, потому что К от G артена, потому что оно конечномерно над полем. Значит, поэтому оно существует и по теореме Ремака Крюлера-Смитта оно единственное, с точки зрения изоморфизма. Вот, значит, по теореме Ремака Крюлера-Смитта, значит, типа изоморфизма, УИТ их и их количество определены однозначно. Вот эти ребята, значит, У1, УН называются главными неразложимыми модулями. На левые идеалы, мне самого-то главного не сказал, на левые идеалы, конечно, неразложимые, которые, как это, нержимые, значит, минимальные, да? А, нет, именно неразложимые. Проблема в том, что я не сказал, на левые идеалы, так сказать, которые сами неразложимы, на неразложимые, которые сами являются неразложимыми модулями. Понятно, да? Вот в этом случае слагаемые определены однозначно и называются главными неразложимыми модулями. То есть, главные неразложимые модули, это те модули, которые входят в разложение на неразложимые, самой групповой алгебры. Вот, а теперь, как это сравнивается с блоками? А блоки, это слагаемые в разложении К от Ж на двусторонние идеалы. Вот здесь вот левые идеалы, а с другой стороны та же алгебра, представляется в виде b1 плюс и так далее, плюс bt. Так? Ну, фактор-то представляется. Но на самом деле, вы понимаете, что может произойти? Там вот, так сказать, несколько вещей, которые, так сказать, в факторе что-то раскладывается, но это, как бы, априори не значит, что наверху раскладывается, да? На самом деле, это как раз будет значить, потому что эдемпатенты поднимаются, поскольку радикал Джей Кобсона для конечномерного кольца нельпатентен. По модулям нельпатентного идеала эдемпатенты поднимаются. Так, поэтому это будет значить. Но, значит, все равно, это двусторонние идеалы, и поэтому, конечно, здесь слагаемых меньше вообще говоря, априори чем-то. Так, вот в чем разница, например, будет в характеристике ноль. Так, это вот разложение в прямую сумму неразложимых, двусторонних идеалов, значит, неразложимых, как в сумму двух двусторонних идеалов. Неразложимых в сумму ненулевых двусторонних идеалов. Вот эти вот ребята называются блоками. Блоки алгебры. Каджи. Вот. И, значит, вот что это значит для характеристики ноль? Для характеристики ноль это значит следующее. Вот. Что, значит, происходит при, ну, когда характеристика к не делит порядок группы. В этом случае мы знаем, что сама алгебра полупроста. Значит, она является прямой суммой простых модулей. Вот. И каждый простой модуль входит с кратностью, равной его степени. Так, то есть, значит, вот Каджи в этом случае равно, там, У1 плюс и так далее плюс У1, где количество слагаемых здесь есть Д1, плюс и так далее плюс УС, плюс и так далее плюс УС, где здесь количество слагаемых равно ДС, где ДИТ это размерность УИТО. Так, а У1, УС это все неизоморфные, неприводимые представления. Вот. Значит, и тогда, где у нас главные неразумы модули? Ну, вот они. Вот это они и есть. А где у нас блоки? Ну, а блоки вот. Это, значит, изотипные компоненты. То есть, в этом случае, значит, блоки, это то же самое, что изотипные компоненты Каджи. То есть, это значит, что прямые суммы всех изоморфных, всех, ну, под представлений, ну, всех левых идеалов, тех минимальных левых идеалов изоморфных данному, ну, данному неприводимому представлению. Понятно, да? Вот что такое в случае характеристике 0. А, значит, то есть, посмотрите, здесь размерность совпадала с кратности. Так, ну, откуда следовала вот формула, что порядок группы G равен N1 квадрат плюс и так далее, плюс NS квадрат, то, что называлось, значит, sum of squares формула. Вот. Но сейчас мы попытаемся понять, как, упс, что я написал? Ну, да, я правильно написал. D. Значит, просто, просто в случае характеристике 0, D и T равно N и тому. Вот. А, значит, в случае положительной характеристики будет такая же формула, которая будет выглядеть так. G равно D1 N1 плюс и так далее, плюс D с номером T, N с номером T. T меньше, чем S, потому что это не все классы сопряженных элементов, а только P', но раз T меньше, то, значит, вот эти размерности должны быть больше. И это будут размерности не неприводимых модулей, а размерности главных неразложимых модулей. Вот ровно эту теорему я вам сегодня постараюсь доказать и вывести из нее следствие. Но, чтобы ее доказать, нам придется понять много вещей. Придется понять, значит, как описываются главные неразложимые модули, там они связаны с эдемпатентами, то есть все фактические вычисления, это вычисления с эдемпатентами в групповой алгебре. Так, придется понять, что два главных неразложимых модуля изоморфный модуля только тогда, когда в каждом таком модуле есть максимальный модуль, фактор по нему неприводим, естественно. И что два таких модуля изоморфные, когда вот их факторы по максимальным подмодулям изоморфны, то есть неприводимые соответствующие модули изоморфны, вот так получается все неприводимые модули, ну и куча других вещей, то есть мы докажем эту формулу, но это тоже некая процедура, и это намного сложнее доказывается, чем вот эта формула, которую я доказал первому курсу просто, ну следуя Фрабениусу, там проведя вычисление характера групповой, характера регулярного представления, так, то есть вот эта вещь очевидная, а эта вещь уже гораздо менее очевидная.